друзья всем привет я уже онлайн как я обещал я сегодня включаюсь попробую возможно с наушниками если тут вопросы задаваться вот и меня зовут николай воробьев директор центра исследования восточной европы вашингтоне я надеюсь меня слышно видно если слышно видно просто подтвердите лайком либо плюсом в комментариях как меня слышно как меня видно я включаюсь традиционно из вашингтона со столицы сша со столицы мира там где происходит все самые интересные политические события вашингтон на втором месте сейчас после киева потому что вижу в киеве тоже весело очень поэтому напишите мне пожалуйста слышно меня либо видно и я готов отвечать на ваши вопросы дискутировать и делиться свежими новостями поэтому давайте лайк плюс слышно видно делаем репост видео включаемся и моя цель это набрать больше просмотров чем пропагандистские каналы в украине то есть та пропаганда которую толкают в украине там я не знаю этот прямой канал пятый канал у трк украины и тому подобное призываю всех не смотреть эту пропаганду это трата времени это фейк это не только не просто пропаганда это российская пропаганда кремлевская пропаганда я думаю что администрация порошенко действует по темникам кремля потому что их скажем месседжи они во многом похожи там внешняя агрессия всем милитаризовать полная милитаризация и тому подобное то есть поэтому я призываю всех не смотреть туфту администрации туфту банковой которая постоянно пытается там рассказать свое мнение и я думаю что вместе с вами у нас получится сделать довольно много просмотров у нас получится сделать хороший интерактив и я стараюсь доносить до своих зрителей читателей слушателей только самую свежую самую достоверную информацию которую я слышу лично в вашингтоне которой я делюсь с вами вы параллельно можете ставить мне вопросы я буду на них отвечать и ну естественно что главной темой на сегодняшний день это были выборы в россии точнее не выборы 2018 но что говорит российская оппозиция потому что вчера выступал и владимир карамур за представитель открытой россии и лилия шевцова также в вашингтоне находится ряд других представителей российской оппозиции недавно приезжала ксения собчак со своими выступлениями поэтому а я вижу что много телеканалов сейчас в украине говорят о российских выборах и я бы хотел тоже на этом сконцентрировать внимание но то что путин победит это было довольно предсказуемо это было все это было довольно скажем понятно то что он набрал семьдесят пять процентов с копейками но в этой ситуации он заступил ну не на четвертый уже на пятый срок потому что если не считать медведева вы сказать так что медведев это был продолжением путина то украине еще придется не только украине всему миру придется еще терпеть шесть лет путина как минимум и потом возможно его еще переизбранием а здесь больше всего вопроса возникает но вот лилия шевцова допустим на вчера предложила хорошую статистику она говорит что она говорит о том что несмотря на то что более половины россиян порядка 60 процентов они считают что россию когда россию хотят напасть там агрессия и там запад хочет там развалить россию вместе с тем и больше 70 процентов россиян кричат то что крым наш более половины россиян 55 процентов не готовы за этот крым платить поэтому одно дело риторика на уровне скажем кухонной кухонной политики когда они говорят что все крым наш и давайте присоединять его а с другой стороны это реальная политика когда ну вот до 58 процентов россиян не хотят платить за крым и за другие аннексированные либо оккупированные территории вместо вместе с тем еще одна интересная статистика в том что естественно что лишь 15 процентов 15 не 20 процентов россиян вообще готовы каким-то образом участвовать в боевых действиях за пределами россии для того чтобы там присоединить какую-то территорию либо защитить русскоязычное население либо еще для каких-то авантюр кремля поэтому в этой ситуации мы видим что вот риторика россии риторика скажем истериями милитаристской истерии она сводится лишь к тому что нагоняется скажем такая жуть но вместе с тем все меньше и меньше людей в россии на самом деле они понимают что холодильник побеждает телевизор и они понимают что особо воевать как бы ну не за что и неохота поэтому вся вот эта риторика вокруг путина вся вот эта милитаризация и тому подобное скорее всего носит скорее пропагандистский кухонный характер нежели реальный потому что с одной стороны когда все кричат допустим надо освободить донбасс либо надо наступать на крым либо там надо еще что то это одно и людей которые конкретно готовы взять на себя ответственность которые готовы взять оружие в руки которые готовы я не знаю жертвовать на это деньги которые готовы каким-то образом включаться в процесс освобождения крыма освобождение крыма либо донбасса таких людей естественно единицы поэтому вся поддержка путина на сегодняшний день но не вся но наверное преимущественная поддержка путина это люди как диванная сотня люди которые даже не ходят на выборы и довольно низкая явка это показала в районе 60 процентов и скажем другие другая категория людей которые разговаривают с телевизором которые готовы там обсуждать политику на кухне но которые не готовы ради путина встать и что-то сделать поэтому в этой ситуации конечно что у него есть конечно такой диванные войска кухонный электорат ну естественно дальше включается административный ресурс дальше включаются основные скажем так пропагандистские модели и как там говорили классики пропаганды что если там взять и дать мне телевизор там и все там телеканалы и все сми я превращу из людей превращу их там я не знаю в каких-то там четырех парнокопытных животных парнокопытных животных поэтому в этой ситуации конечно что выборы в россии первую очередь естественно что это пропаганда вторая очередь это страх населения третья очередь это отсутствие альтернативы четвертое это то что вообще российское население но еще по моему еще она хочет перемены и вот как раз лилия шипцова об этом вчера сказала но большинство россиян в том разница и между в том разница между россиянами и украинцами в том что большинство россиян 70 процентов которые хотят перемен они ждут эти перемены сверху то есть они ждут что власть начнет меняться с кремля а не наоборот то есть в этом плане и шипцова в этом было грамотно подчеркнула она сказала что как раз украинцы поверили и делали то чтобы власть менялась вообще ситуация менялась снизу а не сверху потому что люди выходят на майдан люди выходят на протесты в городах люди выходят на протесты в маленьких селах поселках и ясно что украинцы они более арха и скажем в историческом плане в плане своего менталитета они более настроены на то чтобы власть менялась снизу вверх они сверху вниз поэтому россияне хотят перемен они хотят видеть там новую новую власть они хотят видеть там я не за может более демократии больше но в первую очередь они конечно же хотят видеть это не готовы начинать себя и они готовы каким-то образом нуждать что в кремле что-то изменится да в кремле может что-то измениться но я не думаю что это каким-то образом повлияет на жизнь всей россии я думаю что власть в кремле может смениться в более всего только в военным каким то есть только дворцовым переворотом как это часто бывало либо же путин по окончании своего пятого срока он назначит преемлика либо преемницу я не знаю потому что много слухи ходят что там вроде бы якобы дочь путина может стать президентом следующими тому подобное в любом случае я бы не акцентировать для украины я бы не акцентировал столько внимания на выборах в россии потому что ну 6 лет путина понятно и действительно как белковский сказал что станислав белковский известный политолог он сказал что фактически путин этими поддержками 75 процентами он получил карт-бланш на то на те события которые он делает которые на те действия которые предпринимает как на донбассе так и в сирии и не исключено что он и далее будет повышать ставки что он и далее будет играть роль такого себе защитника граждан россии от не от какой-то выдуманной внешней агрессии поэтому как сказала еще вчера в раша тудай главный редактор раша тудай который находится в вашингтоне симоньян она сказала что вот теперь мы получили за то ли она в шутку это сказала то ли это сказал на самом деле она сказала что теперь мы получили в ней там президента россии а мы получили вождя то есть вот теперь у россии русских есть вождь с чем я их и поздравляю естественно что такой первобытный уровень тяжело понять для нормального цивилизованного европейского человека но тем не менее россияне хотели вождя они его получили но куда заведет этот вождь непонятно потому что какой-то стратегии конкретное развитие россии нету а бюджет тает выхода с подсанкции тоже не видно и элиты как аппетиты элит растут конечно но и тем не менее вот вчера еще тоже хорошую цифру назвали что в порядка 3 порядка на 1 триллион долларов сейчас я думаю что это не только элит это имеется ввиду все 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 люди у которых есть российский паспорт у них есть недвижимости активов за границей не только в америке там других там европейских странах на сумму порядка 1 триллион долларов то есть в год выводится но тоже сумасшедшие цифры выводятся из россии так же самое как они по той же схеме по которой они выводятся из украины под поэтому главная зависимость сейчас у путина и у путинского допустим у путинского элита у путинское окружение они и она является естественно от запада и мне кажется что это единственный сдерживающий фактор почему путин я не знаю почему российские элиты кремлевские элиты еще каким-то образом себя сдерживают потому что главный рычаг все их активы они это тоже прекрасно понимают находятся на западе и а запад в принципе я об этом неоднократно говорил что фактически запад может одним щелчком руки отправить россию обратно в 15 век обратно в московское царство лес балалайка медведь то есть это то что они могут сделать физически они могут отключить россию от системы swift они могут россию а всячески изолировать заморозить все их счета за границей они могут заморозить счета их родственников за границей поэтому запад потенциально это может сделать единственное что путин как гопник как шулер он пытается на этом играть он пытается скажем так он пытается показывать то что у него там в кармане еще несколько колод карт либо еще каких-то скажем вещей поэтому запад действительно вот эти месседжи путина и вот эти его картинки по поводу ядерной войны это его инфографика там где якобы ядерные ракеты летят в сторону сша естественно имеет свою роль она имеет свою роль люди в америке они помнят о временах холодной войны они помнят о том что происходило еще как они тренировались чтобы прятаться там в бомбоубежище чтобы там россия там и вдруг советский союз начнет ядерную войну они помнят еще карибский кризис и естественно что вот эти вот пропагандистские закидоны которые используют кремль когда они пытаются показать свою военную мощь и когда путин своем послании буквально 70 процентов времени уделяет как раз военной мощи там модернизации техники танков бтр и тому подобное ясно что имеет свою роль она имеет свою свой вес потому что в этой ситуации кремль угрожает не только соединенных штатам америки потому что как правило ну я думаю что какой-то прямой прямая угроза есть безусловно но скорее всего до ядерной войны между америка и россия не дойдет но скорее всего кремль угрожает союзникам америки это в первую очередь странам евросоюза а украине и другим странам поэтому обычное террористическое поведение обычная попытка взять заложники приблизиться как можно ближе прикрыться женщинами детьми каким-то образом попытаться выторговать для себя больше больше ставок но в этом как бы но ничего нового нету поэтому подытожив выборы в россии я могу сказать что и западному миру украине америке придется еще как минимум 6 лет жить с путиным я не думаю что в ближайшее время произойдет какой-то либо военный переворот либо еще какие-то перетрубации в кремле все прекрасно понимают что путин является вот тем гарантом вот тех активов гарантом той олигархической стабильности и российской стабильности как считают большинство населения что они считают что это стабильность поэтому никто его в ближайшее время убирать не будет с точки зрения америки мне кажется что мне кажется что америке вообще торопиться некуда в этой ситуации я хочу сказать что фактически от вторжения в россии в в донбасс либо от вторжения россии в сирию но неважно что какие военные действия не принимают особо сша особо не теряют ну а товарооборот между америка и россия составляет порядка одного процента бвп санкции конечно что на почве вторжения в украину оккупации крыма и донбасса санкции против россии можно вводить бесконечно и что америка и делает и более того российская карта стала больше всего заложником скажем внутриполитической ситуации в соединенных штатах америки когда либералы демократы используют прецедент вмешательства выборы соединенных штатов америки россии россии когда они действительно каким-то образом пытались повлиять на результаты ну естественно что внутриполитическая американская кухня не преувеличивают эти скажем это влияние россии влияние кремля на выборы и как говорят даже некоторые представители демократов люди которые скажем знакомы с этим делом они говорят что трамп и так стал президентом то есть действительно кремль нанимал тролли кремль нанимал там я не знаю еще каких-то лоббистов он заказывал проплаченные против хиллари против сэндерса проплаченные об приправоченную рекламу фейсбуке но тем не менее никаким образом это существенно на выборы не повлияло поэтому то что пытаются использовать демократы это фактически удар в две стороны это удар по путину и это удар по трампу и я думаю что в этой ситуации демонизация путина выгодна для некоторых кругов в американской политике потому что надо показать что а есть внешний агрессор бы этот внешний агрессор вторгся скажем так на территорию соединенных штатов америки будучи пытаясь там продвигать свою пропаганду и пытаясь повлиять на самое святое то что у нас есть это демократия ну и третье то что с этим агрессором якобы работал трамп и ну фактически путин стал заложником путина поставили на растяжку внутри политических американских раскладов поэтому дальше будет раздуваться тема путина дальше будет скажем так ну то есть и этим же самым и как говорят многие американские политики этим же самым раздуванием темы путина в америке сами американцы делают ему большое одолжение потому что на самом деле россия не является такой сверхдержавой а америка наоборот Некоторые круги американские, которые каким-то образом пытаются превозносить Путина и говорить, что он такой серьезный агрессор и серьезный такой оппонент, они тем самым льют на мельницу Кремля, выставляя Россию сверхдержавой, показывая, что вот это сильное государство, которое готово даже соперничать на равных с Соединенными Штатами Америки. На самом деле это далеко не так. Россия, как сказал Обама, это региональная сила в лучшем случае, а в худшем случае, как сказал Маккейн, это бензоколонка, которая представляет, что она государство. Поэтому в этой ситуации, конечно, что все, что остается у России, это каким-то образом блефовать, это брать в заложники, брать в заложники Украину, брать в заложники другие соседние страны, а также американских союзников из ЕС и каким-то образом повышать ставки. То есть для того, чтобы удержаться у власти, для того, чтобы уберечь свои активы на Западе и для того, чтобы каким-то образом выторговать еще больше для себя, потому что никакой российской идеи в плане Путина, в виде Путина, в виде Кремля, ее не существует. Никакого русского мира не существует. Все это существует лишь для того, чтобы зарабатывать деньги, все это существует для того, чтобы выводить нефтодоллары за границу вместе со своими семьями, вместе со своими детьми, женами, любовницами и тому подобное. Поэтому в этой ситуации Путин это классическая клептократия, которая, к сожалению, доминирует на постсоветских пространствах, в том числе и в Украине. Я скажу, что Порошенко это тоже клептократия, только Путин это авторитарная клептократия, а Порошенко это бизнес-клептократия. Вот небольшая такая разница. Но, конечно, Украина это не Россия и ясно, что никогда бы, никакой бы президент не удержался бы у власти в Украине, если бы он позволял себя вести так, как ведет себя Путин. В этом плане украинское общество намного более развито, оно намного более демократичнее, чем российское общество. И даже на Западе, даже те американцы, которые не совсем разбираются, которые даже не совсем помнят, что вообще развалился Советский Союз, они видят разницу между украинцами и русскими. Потому что это две разные нации, это два разных мировоззрения, это противоборствующее мировоззрение. И можно сказать, что из-за этого противостояния этих мировоззрений, можно сказать, частично и продолжается, к сожалению, продолжается война на Донбассе. Поэтому электорат Путина, это, я как уже сказал, это диванные войска, это люди, которые, ну скажем так, готовы только, как вот этот человек, который разговаривает с телевизором в известном комедий-шоу. И в ближайшее время вот в России будет наблюдаться такое болото. Что еще хотел сказать, что в этой ситуации, конечно, очень разочаровала российская оппозиция, которая очень напоминает на сегодняшний день украинскую оппозицию, потому что они не способны объединиться, потому что Собчак не договаривается с Навальным. Навальный говорит, что Собчак ему там предлагал огромные деньги у него дома на кухне, чтобы он там, чтобы он поддержал ее и тому подобное. Поэтому российские либералы, они существуют, запрос в обществе на перемены действительно есть. И я напомню, что в любом обществе, как в России, так и в Украине, так и в Америке, так и в Германии, в других странах, будущее всегда определяло активное меньшинство. Поэтому мне кажется, что вот эти 5% активных людей в России, большинство из них хотело бы перемен, они бы не хотели Путина на следующий срок президентства. Поэтому, естественно, что тут большой фейл оппозиции. Люди, которые там есть, там есть и Явлинский, там есть и Навальный, есть Собчак, есть Ходорковский, есть другие известные, скажем, лица. Те люди, которые по-своему пострадали от путинского режима, те люди, которые продолжают страдать. Но, тем не менее, они не смогли объединиться, они не могли выдвинуть единый список. Они не показали такого единства, который был на проспекте Сахарова, либо на Болотной площади во время выборов 2011-2012 года в Москве. Поэтому в этой ситуации, мне кажется, что 75% это скорее приговор российской оппозиции, которая так и не смогла консолидироваться, которая так и не смогла взять верх. И, как сказал Владимир Карамурза, который был несколько раз в критическом состоянии, его отравили один раз в мае 2015 года, потом это повторилось через полтора года. Он сказал, что два самых сильных кандидата это Немцов и Навальный. Одного убили, а второго просто не допустили до выборов. Поэтому в этой ситуации, конечно, у тех людей, которые баррикотировали выборы, в России был сенс этого, потому что действительно, наверное, скорее всего, в 2018 году Немцов бы составил достойную кандидатуру на этих выборах. А Навального просто-таки не допустили. По поводу Ксении Собчак, мне тяжело сказать. Я много слышу в Вашингтоне, скажем так, и есть слухи, и у меня непосредственно удавалось Собчак задавать несколько вопросов. Я не скажу, что это точно кремлевская консерва, что она работает на Кремль, что это технический кандидат. Я думаю, что, скорее всего, Ксения Анатольевна готовится к 2024 году. Я думаю, что она также готовится к 2021 году, когда произойдут выборы в Думу. Поэтому в этой ситуации, мне кажется, что нельзя сказать, да, у нее был доступ на федеральные каналы, да, у нее были встречи на региональном уровне, там, где, естественно, включался админресурс. Но то, что Собчак является прокремлевской, то, что она пытается, я не знаю, погубить оппозицию, я бы так не сказал. И те месседжи, которые она, в принципе, высказывала, высказывала во время своей избирательной кампании, лично мне, я не являюсь гражданином России и ни в коем случае не собираюсь с ним становиться. Но те месседжи, которые озвучила Ксения Анатольевна, они должны были быть озвучены. Единственное, что, конечно, она допустила ряд ошибок по поводу Крыма. Там, когда она сказала, что по Крыму надо проводить референдум и признавать его статус, и что в референдуме должны принимать участие все граждане России и Украины. Ну, естественно, это не имеет никакого смысла. Но в целом, то, что Ксения Собчак, то, как молодой политик, ей 36 лет, если я не ошибаюсь, в принципе, месседжи, которые она озвучила, в том числе и на федеральных каналах, они были очень адекватные. И мне кажется, что запрос на такие месседжи, он тоже имел место. Поэтому то, что она набрала 2%, я думаю, это только начало. Я думаю, что к 2024 году будет еще много интересных событий в России. И я думаю, что Собчак, возможно, все-таки удастся договориться с российской оппозицией. Они выставят единого кандидата в следующий раз. Либо, как минимум, у них получится прорваться фракцией, действительно, сильной политической силой в Государственную Думу в 2021 году. Вот, поэтому это, в общем, такой короткий обзор по поводу российских выборов. Опять же, никто не сомневался в том, что победит Путин. И вместе с тем, что это криптократия, это закручивание гаек, и политика будет продолжаться. В том числе, конечно, это будет сказываться и на Украине. Поэтому в этой ситуации, конечно, что конфликт на Донбассе, он будет продолжать вот такой вот, скажем, будет иметь такой тлеющий характер. Я думаю, что, возвращаясь к украинским вопросам, теперь по поводу украинских вопросов. Я видел вот эту статистику КМИСа. Я считаю, что есть смысл ей доверять. Там, где Порошенко набирает 9,8%, а на первом месте идет Юлия Тимошенко. Ну, довольно ожидаемый прогноз. Я не считаю, что Тимошенко это, скажем так, о Тимошенко ходят разные слухи. Я могу сразу опровергнуть тот факт, что Тимошенко поддерживает Соединенные Штаты Америки. Я знаю, что Тимошенко с 2011 года, она выложила, я не знаю, не менее 3 миллионов долларов на то, чтобы продвигать свои личные интересы, в первую очередь, в Вашингтоне. И на Тимошенко работали известные лоббисты еще в то время, когда она была в тюрьме, в 2011 году, когда ее Янукович посадил. Поэтому в этой ситуации, я думаю, что говорить, что Тимошенко станет президентом, говорит о том, что ее поддерживают Штаты, нет. Я думаю, что в этой ситуации Штаты не будут поддерживать никого, ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Бакарчука, если он будет баллотироваться. Я думаю, Штаты просто дистанцируются, и они будут наблюдать за тем, за кого проголосует украинский избиратель. Я не думаю, что США заинтересованы вообще каким-то образом, прямо либо косвенно влиять на избирательный процесс в Украине, потому что им это неинтересно, им это невыгодно. Они прекрасно понимают, кто такая Тимошенко, они прекрасно понимают, кто такой Порошенко. Поэтому в этой ситуации впрягаться за кого-то из них, либо за Ляшка, который занимает второе место сейчас после Тимошенко, я думаю, что им просто это неинтересно. Американцам интересно в первую очередь закончить войну на Донбассе, в первую очередь сделать так, чтобы российская армия покинула Донбасс, разоружить наемников, вернуть Донбасс в состав Украины на условиях минских договоренностей, ну и естественно привлечь международный миротворческий контингент к урегулированию конфликта на Донбассе. Сам весь сыр-бор сейчас идет по поводу того, где должны стоять миротворцы, потому что Запад и Киев нормально настаивают на том, что миротворцы должны стоять на российской украинской границе, а Кремль, который предложил этот сценарий в сентябре прошлого года, они настаивают на том, что миротворцы должны стоять по линии разграничения. Это значит, что украинская армия должна будет сдать свои позиции, отступить как минимум на 100 километров вглубь украинской территории. Поэтому те события, то есть те новости, которые мы слышим, где один поселок отбили, потом второй какой-то населенный пункт освободили от так называемых сепаратистов ДНР, ЛНР, естественно, что это дается все огромной кровью. И если миротворцы станут по линии разграничений, это просто, первое, легитимизирует ДНР, ЛНР, потому что их признают как воюющей стороной и как субъектом. А с другой стороны, украинская армия, те территории, те квадратные километры, которые так с трудом долго отбивались, украинская армия вынуждена будет сдать и отойти вглубь украинской территории. И я не думаю, что миротворческая миссия в таком формате, она как-то сработает. Единственное, что главное, мне кажется, что она достигнет в таком варианте, если миротворцы будут стоять, гипотетически, если они будут стоять на линии разграничения, мне кажется, что это то, что все-таки количество обстрелов, оно может свестись вообще к нулю, потому что дистанция между сторонами будет более 100 километров. И второе, что, естественно, в связи с этим будет меньше жертв в АТО и на Донбассе из-за этой войны. Поэтому, естественно, Запад будет толкать тему миротворцев, Запад будет толкать тему выборов на оккупированных территориях, и Запад будет толкать тему реинтеграции Донбасса в состав территории, в состав Украины, как это было до 2014 года. Еще раз повторяю, что никаких от себя лично и по своей информации, по своим слухам, я не могу подтвердить, что кто-то на Западе поддерживает либо Тимошенко, либо Лешка, либо Порошенко. Все они работают в штатном режиме. В основном, я не знаю, если это администрация, если это банковая, то она работает через посольство, она работает через свои какие-то мероприятия, которые они устраивают в Соединенных Штатах Америки. Тимошенко работает через своих лоббистов, то есть лоббисты организовали этот молитвенный завтрак, там, где она выступила, и, скажем, другие мероприятия, другие встречи, в том числе, скажем так, в Конгрессе. Но я еще раз хотел бы сказать, что у меня нет каких-то ни прямых, ни куственной информации о том, что кто-то из американцев будет точно кого-то тянуть на выборах. Я думаю, что американцы просто подождут, пока определится победитель, и пока, ну, и уже там с новой командой, будет ли это Порошенко на второй срок, будет ли это Тимошенко, либо Лешко, не дай боже, будет уже вести диалог. Поэтому по поводу опросов Кмиса и 9,8% у Порошенко, я считаю, что, скорее всего, он повторяет сценарий Ющенко. Порошенко действительно не выполнил много своих обещаний, Порошенко продолжает торговать с агрессором. И вот такие цифры, 9,8%, они довольно логичны, я думаю, что эти цифры еще больше будут падать. Но неприятный момент есть в том, что, конечно, на этой волне будет расти Тимошенко, она будет набирать. И в этой ситуации я, скажем так, очень скептично ставлюсь Тимошенко, потому что вот политик, это в первую очередь человек, который должен продвигать некие принципы, некие ценности, некую адженду 24 часа 7 дней в неделю. А Тимошенко, она ничего не говорит, она спряталась, и она просто молится на свои рейтинги. Поэтому я хочу обратиться к Юлии Владимировне, сказать, что если вас интересуют рейтинги, а не жизнь простого украинского народа и тех людей, которые якобы, гипотетически, должны про вас проголосовать, я считаю, что она... Вы ошибаетесь, Юлия Владимировна. Я считаю, что сидеть в засаде и просто накрутить, и ждать, пока у тебя накрутятся рейтинги, это политический оппортунизм, и это просто попытки играть на свои рейтинги, а не на интересы своего избирателя. Поэтому я думаю, что Юлия Владимировна, то же самое, как и вся большинство нынешней украинской элиты, они еще живут в 90-х, они не привыкли понимать, что в Украине произошло, особенно за последние 4 года, и я думаю, что это люди прошлого. Поэтому ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Ляшко, ни кто-то из бывших на посту президента Украины следующего меня не устраивает. Поэтому в этой ситуации я бы очень хотел видеть какой-то третий сценарий развития событий, я не знаю, возможно, какой-то новый кандидат появится, потому что действительно запрос на третью силу колоссальный. И то те представители, опять же, если возвращаться к универсальным законам, универсальным принципам, те люди, которые поддерживали, те люди, которые 5% активного населения в Украине, я уверен, что большинство из них, они не хотят ни Тимошенко, ни Порошенко. Поэтому я считаю, что здесь должно включаться гражданское общество, гражданское общество должно принять для себя решение, какое они видят страну. Возможно увеличить давление на нынешнюю власть, увеличить давление на президента, так, чтобы он отказался от ряда своих полномочий, и чтобы он не, скажем так, не узурпировал власть. Потому что любой следующий президент при этих полномочиях, которые есть сегодня у Порошенко, это будет фактически узурпатор. Поэтому, либо это парламентско-президентская республика с децентрализацией, расширенными правами на местах, бюджетами на местах и всеми рычагами у премьер-министра, либо это дублеж премьер-министра-президент, когда у президента есть колоссальные полномочия, о которых Янукович даже не мечтал. Поэтому любой следующий президент, независимо, какой формат будет, я не знаю, Тимошенко, Порошенко, тех, кто говорил КМИС, любой следующий президент станет узурпатором, и он будет максимально узурпировать власть, узурпировать всю вертикаль и переписывать Конституцию, переписывать законы под себя любимого. Поэтому в этой ситуации тут скорее нужно менять Украине, надо менять государственную модель, государственное устройство, нежели там продвигать какого-то из конкретных лиц. Потому что, еще раз, даже самый агнец, который попадет сейчас в банковую, он, либо она, станут реальными узурпаторами, потому что слишком много полномочий. И, как правило, все проблемы Украины, все Майданы Украины, они происходили именно из-за банковой. Именно когда банковая начинала борзеть, когда банковая начинала продвигать своего кандидата, когда банковая начинала включать админресурс, когда банковая начинала включать фальсификации, когда банковая начинала покупать, либо назначать своих глав Верховного Суда и Конституционного Суда, когда банковая контролировала Центральную избирательную комиссию. Поэтому в этой ситуации я уверен, что здесь нужно, конечно, думать, думать и еще раз думать, потому что чем больше будет закручиваться пружина гражданского общества, тем скорее оно выстрелит. Поэтому те попытки, скажем так, нанять там проплаченных лоббистов, нанять телеканалы, нанять другие, скажем так, пропагандистские СМИ и других пропагандистов, они ни к чему не приводят. И вот эти 9,8% Порошенко, которые на сегодняшний день, боже, на четвертом месте, это еще раз оценка гражданского общества, оценка вообще всего украинского общества, тому, как они относятся к нынешней украинской власти. Я считаю, что украинская власть, она, ну, это полный фейл в данной ситуации, то, что они сделали, особенно в конце, за последние полгода от отстранения Саакашвили, заканчивая там зачисткой Мехо Майдана и тому подобное. Я думаю, что, естественно, что вот эти ошибки, которые будут делаться властью, они будут напрямую вешаться на президента, напрямую вешаться на Порошенко, конечно. Несмотря на то, что я уверен, что ко многим решениям он действительно не причастен, я готов согласиться с тем, что порядка, по-моему, 60, статистика говорит, что порядка 60% решений президента, распоряжений президента, они саботируются на местах. Но, тем не менее, если взялся уже за это, если решил, как бы сказать, взять на себя столько полномочий, то, ну, будь любезен, пожалуйста, и отвечай за это все. Поэтому любой фейл сейчас со стороны власти, несмотря на то, что это может быть ответственно за это и губернатор, за это может быть ответственно, я не знаю, какое-то другое министерство, а не обязательно банковое, они прицепом будут вешаться на Порошенко. Поэтому все негативные моменты в государстве Порошенко будет на себя собирать, вбирать как губка, и это, конечно, будет сказываться на его рейтинге, который может опуститься еще ниже 9,8%, который есть на сегодняшний день. И таким образом у Порошенко вполне обеспечена судьба Ющенко 2010 года, когда он набрал порядка 2% на президентских выборах. Естественно, что ситуация другая, чем 2010 год, Украина 2018-2019 года другая страна, чем 10 лет тому назад. Я думаю, что последствия для Порошенко тоже могут быть велики, потому что я не думаю, что ему удастся уйти без каких-либо последствий. Я не думаю, что если Тимошенко придет к власти, она не будет вторым Януковичем, и она не будет преследовать своих бывших политических оппонентов, в том числе и Порошенко, в том числе и людей, которые она считает ее предали. Поэтому я считаю, что в этом плане, конечно, что выборы 2019 года, это будет то же, что и было в 2014 году, когда winner take all, то есть когда победитель берет все. Поэтому в этой ситуации, конечно, тут либо пан, либо пропал. И я думаю, что у Тимошенко, скорее всего, хотя она бессмертная, мне кажется, в политическом плане, но вполне возможно, что для нее это последний шанс попасть в большую политику. Потому что слишком много раз она проваливалась, слишком много раз она была близко у цели, но так к ней и не подобралась. И, естественно, что сейчас будет война не на жизнь, а на смерть. Я уверен, что договоренности будут абсолютно по разным направлениям, в том числе будут ходоки в Кремль, будут ходоки в Вашингтон, которые захотят всячески заручиться внешней поддержкой для того, чтобы победить сначала на президентских. А тот человек, кто победит на президентских выборах, тот победит, скорее всего, и на парламентских выборах. Поэтому настолько и велики ставки 2019 года, потому что победитель реально берет все. И в этой ситуации Тимошенко и Порошенко будут стоять насмерть. И я думаю, что вряд ли они смогут каким-то образом договориться, несмотря на то, что было очень много слухов о том, что якобы Порошенко может предложить Тимошенко к креслу премьер-министра сбросить за борт Народный фронт вместе с Яценюком и Аваковым и пойти на досрочные парламентские выборы. И затем, когда сформировать новую коалицию, затем Порошенко будет переизбран на второй срок. Я думаю, что этот вариант менее всего вероятен. Я не думаю, что Тимошенко на это клюнет. Ее и так слишком много раз разводили, ее и так слишком много раз обманывали на разных таких, скажем так, в том числе, если вспомнить еще Ширку 2010 года, точнее 2009 года. Поэтому я не думаю, что Тимошенко на эти все уловки пойдет. Она понимает, какой у нее рейтинг. Она понимает, что она растет, и у нее рейтинг сейчас в три раза превышает рейтинги президента. И в этой ситуации, конечно, она просто будет ждать своего звездного часа. То есть ее задача это продержаться год, золотой год, который остался до президентских выборов. И если до этого, конечно, ничего не произойдет, если опять птица не улетит с рук Тимошенко, как это было уже несколько раз в истории, когда так и не удавалось становиться президентом Украины. Но опять же, я повторяю, что не тот, не тот, не выбор. Потому что если Порошенко, он жадный патологически, и он зависим фактически от денег, он клептократ, и у него это патология, потому что Порошенко любит деньги, он не может без них, он не может не то, чтобы где-то не украсть, либо еще там где-то не дернуть каких-то свои, скажем так, бенефиты, в том числе из государственного бюджета, в том числе и с оборонного бюджета, в том числе и торгануть с ДНР, ЛНР. По сути, Порошенко клиптократ, он зависим от бабла. Так же самое Тимошенко зависима от власти. Ради власти Тимошенко готова на все. Она пойдет на сделку с дьяволом, она пойдет на сделку, я не знаю, с Путиным, с Каддафи, я не знаю, с его сыном, который там Каддафи финансировал ее компанию якобы. И Тимошенко, естественно, зависима просто от власти. Она оба наркомана, и Тимошенко, и Порошенко, оба выходцы из одного куба, и от обоих я ничего не надеюсь, что для Украины будет чем-то лучше, потому что оба два сапога пара. Вообще, мне кажется, что они были бы идеальной супружеской парой, если поженить Порошенко и Тимошенко, потому что один бы рубил бабло, а другая бы держалась за власть. Это было бы просто как Андервуд в этого House of Cards. Это было бы по-украински, то есть свадьба Порошенко и Тимошенко. Это типа карточный домик по-украински. Вот поэтому я, в принципе... Да, Ляшко был бы их приемным сыном. Да, Ляшко приемный сын, это тоже прикольно звучит, но, естественно, Ляшко это марионетка, это не независимый политик, это человек, который продается вдоль и поперек. Я не думаю, что у Ляшка вообще... Ну, то есть, я думаю, что там тоже просто цена вопроса. Никаких взглядов, никаких принципов нету. И это чисто мини-версия Порошенко, фактически. Молодой Порошенко. Вот такой Ляшко. И вот все, что мы знаем о кандидатах. А Гриценко я пока ничего сказать не могу, но я не могу ничего сказать пока Агриценко. Я считаю, что партия, его партия громадянская позиция, это партия Агриценко, которая существует только на бумаге, и у которых же столько же людей, как и у партии там на Левайченко. То есть, это партия одного человека, это партии без какой-то конкретной платформы, без какой-то идейной почвы. И это партии, которые как грибы появляются благодаря вливаниям в том числе олигархов, которые появляются буквально за несколько месяцев до голосования, за несколько недельник этой партии появляются до голосования, с той простой целью, чтобы оттягивать голоса. Поэтому я рассматриваю Гриценко, я рассматриваю Ляшка как технические кандидаты. Я не думаю, что у них есть реальные какие-то шансы, так же, как и остальных, там, на Левайченко и тому подобное. Я думаю, что сейчас есть два основных кандидата, хорошо это либо плохо, но я констатирую факт, это вот эта сладкая парочка, Тимошенко и Порошенко. И я считаю, что с этим нужно что-то делать. Что с этим делать, я еще не придумал и не знаю. Ну, друзья, спасибо большое, что смотрите. Я Николай Воробьев, вещаю из Вашингтона. Я готов ответить на несколько ваших вопросов. Нас смотрит 300 человек, это хорошо. В прошлый мой эфир просмотрело 15 тысяч людей. Моя цель – это обогнать пропагандистские каналы, обогнать эту пропаганду, которую вешают банковые, которую вешают олигархи, которые владеют телеканалами, и фактически общаться со своей аудиторией, и быть лучше, чем телек, давать качественную информацию и получать фидбэк от своей аудитории по всему миру. Поэтому в этой ситуации мне хотелось бы быть первым и единственным независимым экспертом. Поэтому еще пару слов, наверное, надо сказать по поводу Савченко-Рубана. Я считаю, что это полный бред. Я считаю, что Рубан, то, чем он занимается, он занимался, я не знаю, порядка последних три года. То есть это была мутная личность, это была фигура Медведчука, и об этом все уже давно знали. И то, что сейчас пытаются повесить на бедного Рубана и на Савченко всех собак, что якобы они хотели сделать какой-то кровавый переворот с тысячами жертв, я считаю, что это полный бред, ахинея, и это последствия, я не знаю, алкоголизации в Генеральной прокуратуре. Потому что не может два человека дестабилизировать ситуацию в стране, и тем более, что эти два человека, они публичные, и почему именно сейчас их взяли, и почему именно сейчас хотят Савченко снять неприкосновенность. Я не верю в то, что Савченко, я уверен, что она, скажем, она у себя, она в своей, как бы живет в своем каком-то мире, но я не думаю, что она действительно пыталась организовать какой-то переворот, обстрелять там минометами. То есть для этого нужны были сотни, сотни профессиональных людей, а здесь взяли только сладкую парочку Савченко и Рубана. Поэтому это полный бред. Я думаю, что это какие-то внутренние разборки, я думаю, возможно, это даже месть Медведчуку за какие-то оплошности, за то, что он перешел дорогу банковой, либо кому-то во власти. Но то, что они организовали, и то, что Рубана накрыли именно сейчас, хотя все, опять же, знали, что он промышлял в зоне разграничения, в зоне АТО, и он, скажем, лично с Медведчука об этом все знали фактически с начала российско-украинского конфликта. Поэтому я считаю, что это полный бред. Я даже, ну, я не знаю, как это все комментировать, я не знаю, какой переворот минометами обстрелять Киев. Ну, то есть я не могу даже обвалить купол Верховной Рады. Я считаю, что это больное воображение генерального прокурора Украины, и он реально не в себе. Мне кажется, что Луценко, он реально не в себе. Это мое личное впечатление о том, что, когда я видел его выступление с трибуны Верховной Рады. И как я сегодня заметил, что действительно, если тут разрабатывалось Савченко и Рубан, тогда где другие участники этой схемы? Потому что там должны были задействованы сотни людей, я не знаю, каких-то тайных агентов, каких-то связных. Где остальные обвиняемые? Первое, где остальные схроны с оружием? То есть они хотели с этим бусиком сделать военный переворот в Киеве, либо там теракт? Второй вопрос, третий вопрос. А как быть с теми сепаратистами, теми сорока тысячами боевиков, которые сегодня проживают на территории ДНР и ЛНР, и которые Украина собирается возвращать обратно в состав Украины? Тогда что Луценко скажет в ситуации, когда под юрисдикцией Украины окажется несколько десятков тысяч боевиков, реальных, оголтелых террористов? Что тогда будет говорить Луценко? То есть сейчас они пытаются дожать двух политических фигур, но то, что действительно важно, то, что действительно в Украине есть, я не знаю, тысячи, скажем, ватников и миллионы сочувствующих, которые там любят Путина и хотят, чтобы Россия пришла, об этом никто не говорит. Весь фокус внимания сосредоточился на Савченко и на Рубане, но я не думаю, что это такие крутые личности, которые могли бы вообще как-то повлиять на события в Украине, тем более что-то там организовать. И тем более уж точно вдвоем бы они этого не могли. Ну, те, кто верят в голливудский блокбастер, те, кто смотрит Коммандос, я думаю, что там в Генеральной прокуратуре, они, наверное, насмотрелись в фильме «Рэмбо. Последняя кровь». Они в это поверили. Я не знаю, во что там они курят, но факт остается фактом. Я считаю, что это политическое преследование просто. Зачем это происходит, я не могу сказать. Но то, что Савченко минометами с Рубаном вдвоем хотят обстрелять купол Верховной Рады и добивать всех автоматами, это полный, конченный, просто бред, в который я никогда не поверю. Лично как гражданин Украины, как избиратель, как просто эксперт, как угодно. Поэтому все, что я могу сказать. Ну, я думаю, могут снять депутатскую неприкосновенность с нее. Но, опять же, я думаю, что это месседж Медведчуку. За что-то. Потому что Рубан и Савченко являются людьми Медведчука. И если уж там теракт уже пытался организовать Савченко, тогда и с тысячами жертв, как там говорит Генеральная прокуратура, тогда почему Медведчук на свободе? Хороший вопрос, да? То есть Медведчук же, наверное, тоже знал. Наверное, он тоже был причастен к организации этого якобы теракта. И он тоже это знал. Это люди его бредят. Почему его не допрашивают? Почему его не призывают в Генеральную прокуратуру? То есть, ну, мне жалко, что власть за конкретных лохов держит украинское общество. Поэтому я надеюсь, что эта власть поменяется путем выборов уже в следующем году. А возможно и раньше, если произойдут досрочные парламентские выборы. Поэтому вот такая моя позиция. По поводу отравления Скрипаля, что я могу сказать? Отравление как отравление. Ничего здесь нового нет. Российские спецслужбы действуют в своем привычном стиле. Они отравляют людей, они находят людей по всему миру. И в этом плане ФСБ, конечно, не очень профессионально действует. И в первую очередь, вот будет буквально через пару дней годовщина убийства Вороненкова в центре Киева. И, конечно, в этой ситуации ФСБ действует очень, скажем так, профессионально. И в первую очередь, Кремль преследует своих предателей. То есть, те люди, которые были в системе, те люди, которые следили, скажем так, служили в системе, но те, которые переметнулись на другую сторону. Поэтому то, что отравлили Скрипаля, да, действительно, это можно рассматривать как химическую атаку на Великобританию. И что приведет, возможно, к серьезным последствиям. Тереза Мэй об этом уже заявила. Но говорить, что в этом есть что-то новое, нет. Я думаю, что это далеко не последнее покушение на убийство. И я думаю, что Кремль будет действовать со времен Литвиненко, со времен убийства Троцкого ничего не изменилось. Поэтому ФСБ идет за теми, кто был в системе, за теми, кто служил в системе и те, кто, возможно, даже с важной информацией покинули ряды системы, покинули Кремль, покинули ФСБ и переметнулись на другую сторону, а точнее, западных, скажем, западных оппонентов. Я прошу вам не ставить лайки, не ставьте лайки, потому что это тормозит видео. Я прошу не ставить лайки, потому что это тормозит видео. Ставьте вопросы. Не ставьте лайки, Не ставьте какие-то либо... Поэтому в этой ситуации я высказываю свое субъективное мнение. Не знаю, может кто-то со мной не согласится. Но это то, что я вижу, то, что я думаю, то, что я анализирую. И то, что, в принципе, во многом лежит на поверхности. По поводу Савченко, по поводу Рубана и вообще вот этих ситуаций в Украине. И вокруг Украины, которые происходят на сегодняшний день. Поэтому я готов ответить на несколько ваших вопросов. В принципе, время еще есть. Я не смотрел еще брифинг Савченко. Я опять же говорю, что Савченко является стрёмным персонажем. А что действительно ее нужно там допросить. Ее нужно проверить вообще на адекватность. Ей нужно там, скажем так, проверить ее на детектор лжи и тому подобное. Еще со времен, когда она провела в Кремле в застенках там более двух лет. То есть понятно, что с ней работали. Понятно, что на нее влияли каким-то образом. И понятно, что это не могло произойти бесследно. Поэтому ее на детектор лжи надо было проверять еще после ее освобождения в мае 2016 года. Это раз. То же самое на детектор лжи надо проверить и остальных представителей, в том числе украинской власти. В том числе представителей Генеральной прокуратуры и высшего руководства власти на их сотрудничество с КГБ и ФСБ. Потому что многие из них заканчивали эти высшие политические школы и тому подобное. Поэтому в этой ситуации нет. Я просто считаю, что вешание на Савченко и на Рубана, то, что они якобы хотели с миномета обстрелять в Верховную Раду, я считаю, что это преувеличение. И у меня, я ставлю, скажем так, я не даю никаких утверждений, я ставлю просто логические вопросы. А. Почему только их двоих задержали? Б. Где остальная сетка? Где остальные люди? Где остальные военные схроны? В. Почему не задержали Медведчука? Почему его сейчас не допрашивают и не таскают по застенкам Генпрокуратуры, СБУ и тому подобное? И почему это происходит именно сейчас? Я считаю, что Савченко это месть Медведчуку. И вот и все. Это мое мнение, это то, что на поверхности. Я не знаю, может там еще какие-то более серьезные кульбиты идут, может СБУ реально хочет выслужиться перед президентом и показать, что вот, смотрите, мы задержали реального сепара. То есть там могут быть абсолютно разные сценарии, абсолютно разные. Ну, то, что Луценко говорит с трибуны Верховной Рады, мне лично кажется полным бредом. Мне кажется, что это политически мотивированная ситуация. И, ну, только том, кто за этим стоит и кому это выгодно, я сейчас ответить не могу. Я просто задаю логические вопросы, риторические вопросы. Возможно, кто-то из вас сможет найти на них ответ. Я пока этого ответа не нашел. Так. Ну, в принципе... Альтернативы нет. Я не думаю, что альтернативы нет президентским выборам. Я думаю, что все равно нужны ресурсы. Поэтому давайте смотреть реально на вещи. Выборы президента это миллионы-миллионы долларов. Я не знаю, сколько точно сейчас стоит президентская компания. Но просто задайте себе вопрос, откуда эти деньги у кандидатов и каким образом они их могут... Откуда их можно привлечь? И ответ будет такой, что, скорее всего, это деньги олигархов. Скорее всего, олигархи будут, скажем, за это все платить, за этот весь банкет. Ну, а также собственные сбережения, которые удалось еще сохранить со времен 90-х, когда удалось обогатиться на газовых схемах, на схемах транзита, на государственных предприятиях и тому подобное. Поэтому в первую очередь надо следить за деньгами. И у Тимошенко, и у Порошенко эти суммы есть. А у Богдана Еременко, я не знаю, кто это такой, но я не думаю, что у него есть такие суммы. Я думаю, мне даже сложно будет понять, даже если Вакарчук пойдет на президентские выборы, для него это будет самый щепетильный вопрос. Если он заявит о своей кандидатуре, первый вопрос, который ему зададут, откуда у тебя деньги? На что ему придется честно отвечать, что мне их дал кто-то там? У Ляшко есть шанс, он умер в данный момент, рейтинг растет. У Ляшко есть шанс, но я не считаю Ляшко политиком национального масштаба. Я считаю, что это украинский Жириновский. Он профессионально отыгрывает свою роль, к нему претензий нет, скажем, к актеру. Но я не воспринимаю его как серьезного политика, я не воспринимаю его радикальную партию как серьезную политическую силу. Вы можете посмотреть, как она голосовала, и вы увидите, как входит и выходит, замечательно выходит. То есть утром они говорят одно, потом они голосуют за коалицию, потом они голосуют так, как им скажет Ахметов. Поэтому это чисто бизнес-проект, и Ляшко будет просто пытаться продаться подороже в этой ситуации, понимая, что президентом Украины он точно не станет. Ну, конечно, ничего нельзя говорить наверняка в Украине, но мне кажется, что Ляшко это не тот человек, который способен вытянуть Украину из той жопы, которой она оказалась. Особенно, что ситуация к 2019 году, она будет еще более обостряться, денег будет больше, все меньше, западной поддержки будет все меньше, и амбиции Кремля будут все больше. Поэтому в этой ситуации внутренние и внешние угрозы для Украины, они не позволяют, они, скажем, это непозволительный шаг, избирать политиков-популистов. Хотя я считаю, что и Тимошенко, и Порошенко по-своему есть популистами. Поэтому в этой ситуации мне сложно судить. Единственное, что я скажу, что действительно у них другая весовая категория, и они могут... У них, конечно, есть больше шансов, и у них есть больше ресурсов. Ляшко будет играть технического кандидата. Это посыл не Медведчука, а Тимошенко? Ну, возможно. Я же говорю, по поводу Савченко, мы должны нагадать что угодно. Но последнее, что я поверю, это то, что она пыталась организовать теракт вместе вдвоем с Рубаном и взорвать там весь Киев. Это бред полный, я считаю. Возможно, Тимошенко, но, конечно, Порошенко не пойдет на ее посадку. Это надо быть полным безумцем. Хотя, кто знает, что у него в голове. Мне кажется, что Порошенко иногда так заносит, что он... Ну, он верит в то, что он говорит. Я думаю, ему там окружение это нашептывает, но он говорит в совершенно неадекватной вещи. И мне кажется, что он попал как раз в эту иллюзию того, что он самый правильный, самый честный президент за всю историю Украины. И никто ему не имеет права перечить. Поэтому в этом есть главная, скажем так, угроза как его дальнейшей политической карьере, так и Украине в целом. Я и про кого-то кайнать, когда Бог потребит. По Савченко... Хорошо, я посмотрю брифинг, но... Ой, извините. Все, ну, я буду сказать, что Савченко подрекватно. Про Демальянс ничего не могу сказать. Я вообще не буду комментировать партии, у которых там один либо два процента. Им придется под кого-то лечь. И все. И оттягивать кому-то голоса, либо продавать своих членов в избирательных комиссиях. Вот поэтому я не отношусь... Я очень прискорбно сообщать о том, что те маленькие силы, у которых подолбанных 2-3 процента, они так и не смогли объединиться. Демальянс, сила людей, 5-10, рухновых сил, они так и не объединились. Каждый сидит в своей засаде со своими двумя процентами. И там рисует себе какие-то заоблачные горы. Поэтому, ну, на сегодняшний день вопрос, скажем, проблемы российской оппозиции, проблемы украинской оппозиции, они одинаковые. Люди не способны договариваться, люди не способны жертвовать своими личными интересами ради общего блага. И люди не способны... Ну, никакой дипломатии. Они полностью деревянные. То есть украинская оппозиция, она полностью деревянная. В том числе и молодые. Я часто критикую Порошенко и говорю, что он там, я не знаю, негодяй. Я считаю, что Порошенко действительно негодяй. И, скажем так, и человек, который украл нашу европейскую мечту. Ну, если говорить о молодых политиках, которые пришли на волне Евромайдана, они не намного чем лучше отличаются. Мне кажется, что они... Вообще большинство из них это политические импотенты, которых либо перекупили, либо закрыли им рот, либо они просто сидят там и тихо жмут кнопки. Я выделил бы только некоторых политиков, которые не прогнулись под эту гнилую старую систему, которые пришли на... Из молодых, которые пришли на волне Евромайдана. А большинство к молодым у меня нет никакого респекта. Ну, возможно, пятерку я могу назвать, но не больше. Сделать, чтобы они сделали там какое-то серьезное влияние внутри Верховной Рады, хотя у них есть мандат, у них есть там бюджет, у них есть СМИ, там у них есть это все площадки СМИ, скажем так. Они этого не использовали, и я не вижу никаких ярких личностей среди молодых в том числе. А среди тех уличных политиков, скажем, тех, кто не представлены в Верховной Раде, на сегодняшний день молодых политиков, да, там есть яркие личности, но у них не хватит просто политического веса, у них не хватит ресурсов для того, чтобы поменять ситуацию. Потому что, чтобы что-то изменить, нужно а, видение, б, амбиции, в, стратегия и г, которые, можно сказать, первое, можно сказать, это способность к объединению и консолидации. Этого в украинской, вне фракционных сил гражданского общества пока я не вижу. То есть общество консолидируется только тогда, когда уже, скажем, запахнет жареным. Но я считаю, что второй срок Порошенко, либо президентства Тимошенко, это и есть уже запах жареного. Я думаю, что уже пора задуматься о некой, скажем так, широкой европейской коалиции. Но я не вижу, что кто-то там шевелится особо в Украине. Ничего такого не происходит. Я не знаю, что заявила Савченко. Я уже высказал свое мнение по поводу нее. 5-10 это партия одного вождя, партия Балашова. И Балашов вообще затих сейчас. Он не критикует власть. Он сидит на мели. И я не знаю, насколько у него вообще есть шансы. И мне сложно сказать по поводу 5-10. Хотя там есть довольно толковые, грамотные молодые люди, предприниматели. Но я не вижу никаких активностей сейчас. Это партия одного вождя, бизнесмена. И как этот бизнесмен захочет порулить этой партией, так она и поведет. Захочет, соберет ее, захочет распустит, захочет купит, захочет продаст. Вот поэтому я не знаю, насколько вождейская партия, у которой реальных там сколько процентов избирателей. Я не знаю, насколько у него есть шансы в одиночку что-то совершить. Садовой, да, у Садового тоже хорошие шансы, но его напугали. Садовой не боец. Я вот могу сказать, он был в Вашингтоне на прошлой неделе, он тоже выступал. В принципе, я очень уважаю его, мне нравится его команда, мне нравится его патриотизм, но он не боец. То есть его мусорная блокада фактически сломала ему рейтинги и пороломала все ему позиции. Его немножко придавили, и все, он сдулся. И рейтинги еще раз это показывают. Поэтому для того, чтобы выступить, бросить вызов системе, я считаю, что для этого нужен быть боец, человек, которому особо нечего терять, человек, который должен быть обезбачившенный. И в этой ситуации, конечно, Саакашвили был хорошей кандидатурой, как тарана системы, как человек, который может порвать просто, как тузик Гренку, Грелку, либо Гренку, как правильно сказать. Поэтому его и выдворили. Вот и все. Садовый никакой угрозы на решение ситуации Порошенко в системе не представляет. И я не думаю, что Садовый вообще будет баллотироваться на выборах в следующем году. То есть он сидит у себя в засаде во Львовской области и никуда не высовывается. И он считает, что он правильно делает, но он не боец. И этим все сказано. А кто способен вытащить из жопы? Из жопы способны вытащить молодые люди с поддержкой Запада, люди, которые не были у власти, люди, которые идеалисты, люди, которые во многом живут, скажем, в розовых очках, в хорошем смысле этого слова, и люди, которые есть в Украине. Проблема в первом. Они не любят политику, эти люди. В. Многие из них выезжают из страны, они не верят в будущее. В. У них нет каких-то ярких лидеров внутри себя. Поэтому в этой ситуации, мне кажется, Порошенко еще может проправить в Украине 50 лет, либо 100 лет. Я не знаю, сколько он там будет жить. Потому что нет никакого ощутимого сопротивления. Даже несмотря на то, что все там не согласны, многие там критикуют власть, пороха и тому подобное. Я не вижу какого-то адекватного сопротивления. Кроме того, которое было под Верховной Радой, где несколько десятков ветеранов, добробатов собрались протестовать. И опять же, у них не было никакой адженды, у них не было никакой конкретной визии. Их просто зачистили. И все. В одно прекрасное утро. Поэтому здесь ситуацию можно изменить. Но для этого нужны харизматичные люди, идеалистичные люди, которым особо нечего терять. Для этого нужна команда. И для этого нужна максимально широкая коалиция, которая может выбить старую гнилую систему, которая больше 27 лет, находится у власти в Украине. Поэтому для того, чтобы ее выбить, нужны не менее серьезные силы. А если таких сил нет, то надо действовать по уму. Надо действовать, скажем так, опираться на опыт, опираться на западных союзников. Но я пока не вижу таких лидеров. Я пока не готовить в украинскую политику, потому что я занимаюсь собственным образованием. Да и команды у меня в Украине такой нет. За мной не стоят никакие олигархи. Я просто эксперт, который анализирует ситуацию в Украине и за ее пределами. Но возможно, время и ситуация поменяется, и я приму какое-нибудь другое решение. Если Медведчук готовил военный переворот в Киеве, пожалуйста, в суд, решение суда, конфискация имущества, лава подсудимых и вперед. А-ля Улю, статья там какая-то за госизмену либо за государственный переворот. Почему Медведчука не привлекают к ответственности? Все знают, что это, скажем так, крыша Савченко и Рубана. Почему он спокойно себе здравствует, летает на своем личном джете и ходит на банковую как к себе домой? Почему это происходит? Ляшко на Ахметовских грошах. Ну да, не только на Ахметовских. Ляшко там, где дают. Про Садового ответил. Кто вытянул роль Саакашвили? Саакашвили может вернуться? Саакашвили, да. Саакашвили может вернуться, но я не думаю, что будет какой-то особый толк с этого. Я не готов комментировать по Саакашвили, если честно. Мне кажется, что он может вернуться в Украину, но с другой стороны, мне кажется, что без позволения банковой ему это будет тяжело сделать. То есть физически Саакашвили вернуться сейчас без крыши, без прокровительства наверху ему будет очень-очень сложно. Поэтому возвращение А возможно, Б на каких условиях? Я не знаю, какие условия. То, что он сам это сделает, я очень в этом сомневаюсь. Я уверен, что это хранится на замке. В этот раз Саакашвили уже так просто не пустят. И в этой ситуации ему придется чем-то расплачиваться за то, что он возвращается в Украину. Поэтому я думаю, что сейчас пока переговорный процесс идет за пределами Украины, там лично Саакашвили, поддержит это Америка либо не поддержит, я не знаю. Мне тяжело сказать, но на тех условиях Саакашвили должен чем-то будет расплатиться за то, что он вернется возможно в Украину. Я думаю, что такая вероятность довольно высокая. Америка может, да, но Америке тоже надо на кого-то опереться. Столько вопросов вы мне задавали. Давайте еще Трамп Битая Путина, но обычная протокольная процедура, ничего такого нету. Его первый Путина, Путина, интересно, первым поздравил Шрёдер, бывший канцлер Германии, и он поздравил Путина и весь российский народ с выборами президента. действительно, такая странная позиция, но Шрёдер всегда отличался своими пророссийскими взглядами, прокремлевскими взглядами. Поэтому действительно очень странно. А так, в принципе, Путина поздравили первыми, это там Кастро, там глава Ирана, Башара Лассад, и там, я не знаю, еще несколько диктаторов, такие же, как и он, и Ким Чен Ын, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому Путин находится в клубе диктаторов, и вот такие же люди его и поздравляют. По поводу поздравления Трампа я пока не знаю, не готов комментировать, потому что я не читал текст самого поздравления, я не знаю, о чем там говорится. Вот, а так вот, главное, чтобы Порошенко его не вздумал поздравлять. Артем Семенихин, Артем Семенихин, я смотрю некоторые его эфиры, хороший региональный политик, ну, президент, не шутите так. И я не знаю, кто его лично поддерживает, от кого он, тяжело сказать. Довольно яркая, скажем так, онлайн личность, мне он нравится, то, что он говорит, и он честно об этом говорит, он мэр Канатопа, если я не ошибаюсь, но мне кажется, что к нему надо еще внимательнее присмотреться, это политик не национального масштаба, а регионального. До национального масштаба ему еще надо вырасти. Якшо УИМ, Якшо УИМ и Пан Романенко пойдут на выборы, Петрыму это, УИМ это Украинский институт майбутнева, ну, а почему Украинский институт майбутнева должен идти на выборы? Насколько мне известно, это аналитический центр, и почему они должны идти на выборы, мне непонятно. Поддержу я их, либо нет, ну, я Романенко знаю, хорошо, это отличный парень, я часто сам публиковался на хвыле, и поддержу, зависит от того, в какой команде они пойдут и какая у них будет политическая программа, политическая платформа. Вот, а там посмотрим, если они пойдут, но очень странно, если аналитический центр идет на выборы, это как все собрались, те, кто научные, там, все, давайте, все на выборы, или как, это как-то странно. Тогда либо наука, либо политика. Вот, я пока выбрал науку, в политике, в политике я пока себя не мог, скажем, не нахожу. дякую за стрим, Таких нет пока, надежды, что он не вынесет лидера, что волна вынесет. Может волна вынесет лидера, но вопрос, какая волна? Тягнебог абсолютно нет, потому что Тягнебог, это тоже старая гвардия, это старое поколение, действия Тягнебога мне непонятны, и не знаю, я не верю Тягнебогу лично, и я считаю, что у Свободы есть шанс, но только в широкой коалиции с другими националистами, там с национальным корпусом, с правым сектором, с другими правыми организациями. Сама по себе Свобода, она слишком много ошибок сделала во протяжении своей, со времен 2012 года, поэтому я не верю лично, что Тягнебог что-то изменит, потому что у него были шансы, он в политике уже там более, по-моему, около 20 лет, и каких-то существенных сигналов о том, что кроме того, что они там разбили там окно в российском консульстве, либо еще светились в каких-то таких очень странных акциях, которые показывали на российском телевидении, он ничем пока таким не отличился. Их программы я тоже пока... Украина для украинцев, это как бы не программа 21 века, извините, мы живем в 21 веке, я в 19, поэтому я за Свободу в таком формате точно голосовать не буду, хотя я верю, что там есть активисты, там есть настоящие патриоты, там есть люди, которым не безразлична Украина, но Тягнебог это то старое, которое должно быть заменено, поэтому если Свобода внутри проведет иллюстрацию, поставит кого-то помоложе, поинтересней и по того же Семенихина, который, по-моему, он тоже со Свободы, то я считаю, что у них намного есть больше шансов, нежели со старой гвардией, вот, которую я отношу Тягнебога, поэтому Свобода лично я нет. Возможен ли такой вариант? Объединение Саакашвили, Садово и Гриценко. Я считаю, что невозможен такой вариант, я считаю, что они не объединятся. Гриценко видит себя уже президентом, у него там третье место, я уверен, что он навесил на себя уже генеральские погоны. Саакашвили в изгнании сейчас, непонятно вообще под вопросом, вернется он в Украину, либо нет, а каждый день без Саакашвили рухновых сил этот его валится на глазах, и никакой перспективы у рухновых сил без Саакашвили нет. А Садового зажали мусорной блокадой, и Садовый не является бойцом, он является региональным политиком, на национальный он не тянет, не потому что я к нему плохо отношусь, а потому что он не та весовая категория, не тот политик. Поэтому объединение на данный момент я не думаю. Может что-то ближе к осени поменяется, возможно, если все-таки Порошенко пойдет в обанки, назначит досрочные парламентские выборы, но я не думаю, что такой союз на данный момент, он возможен между Гриценко, с Адовым и Саакашвили. Я в этом сомневаюсь. Еще раз я говорю, я Николай Воробьев, я представляю Центр исследования Восточной Европы в Вашингтоне, вы можете включаться, подписывайтесь, спасибо, что вы меня смотрите, сейчас меня смотрят 300 человек, это больше, чем пропагандистские телеканалы, которые финансируются банковыми, олигархами и прочими, скажем так, нехорошими людьми. Поэтому всех призываю в Facebook, всех призываю на свою страничку, всех призываю подписываться, всех призываю ставить вопросы, максимально фолловить, репостить, включаться, думать и анализировать. Поэтому я готов ответить еще на несколько ваших вопросов. Я представляю себя как независимый эксперт, кто-то назвал меня единственным независимым экспертом, действительно, я ни от кого в Украине так точно не завишу. Поэтому все мои фонды сейчас, это мои программы, которые я прохожу в Вашингтоне. Об этом я как-нибудь еще расскажу. Поэтому я готов еще ответить на несколько ваших вопросов, перед тем, как продолжать идти работать. Я рад, что нас смотрит такое большое количество аудитории. Супер. Я думаю, что Украины получится. Потому что, в первую очередь, гражданское общество в Украине очень сильное. Я считаю, что гражданское общество выросло за 4 года, так как оно не выросло за последних 100 лет. И это огромное достижение для Украины. Я считаю, что гражданское общество должно сказать свое последнее слово. Я имею в виду 5% активных граждан Украины, которым не безразличная страна, которые заплатили за свободу, которые заплатили за независимость, которые ходили на Майдан, которые ездили, воевали в АТО. Я считаю, что за этими людьми будущее. А народу все объяснят потом. Ну, я имею в виду всему, так сказать, электорату. И я уверен, что гражданское общество не устраивает ни одна из кандидатур, которую мы увидели в последнем опросе КМИСа. И с этим нужно что-то делать. И нужно создавать волну, которая вынеснет новых лидеров, которые в Украине есть. Просто надо не стесняться, надо высказываться, надо включаться в БФ-лайн. Неважно, в какой точке мира вы находитесь, я нахожусь на Вашингтоне. Кто-то находится в каком-то небольшом селе, кто-то находится в Гамбурге, кто-то находится в Нью-Йорке. Надо включаться, давать свои оценки, давать свое мнение. И так родится истина. Только благодаря дискуссии, благодаря широкому привлечению не парахоботов, а независимых экспертов в Facebook и полностью выключению зомбо-ящика, который вьет просто конченную непонятную пропаганду, которую я вообще не смотрю. Наливаченко тоже не тянет. Технический кандидат максимум. Смотрите, столько вопросов. Николай, вы бы смогли стать президентом? Подянулось. Смотрите, я бы смог стать президентом только в том случае, если бы эта должность была упразднена. Если бы президент был как верховный главнокомандующий, выполнял, как правило, представительские функции за рубежом, я, наверное, бы смог бы лет через 10, либо через 20 стать президентом. Сейчас бы я мог стать послом в какую-либо страну. Возможно, послом в США. Вот такая моя, по-моему, сейчас бы была неплохая ниша. Но пока у власти находится криптократию, пока у власти находится старый режим, я не думаю, что молодыми перспективными у них есть шансы в Украине. Поэтому я пытаюсь изменить что-то извне, изменить что-то из середины, чтобы у украинцев, которые сейчас много молодых перспективных людей находятся за рубежом, работают, учатся, чтобы у них были шансы реализовать себя в своей стране, а не работать на интересы чужой страны. Поэтому вот как бы в этом и заключается смысл моей деятельности. А готов ли я стать президентом? Готов только в том случае, если это будет нормальная должность, а не то кресло решала, главного решала в стране, которым сегодня оно является. Поэтому не надо бояться, я готов выполнять любую роль, любую функцию, которая будет полезна Украине. Поэтому президентом, народным депутатом, я не знаю, лоббистом, дипломатом, пожалуйста, обращайтесь. А как в Мураев на посту президента? Мураев толкает довольно свою четкую нишу. И в этом плане стоит отдать должное, скажем, этим зажиття и другим, скажем, агентам пятой колонии, как угодно. Они последовательно, они не скрывают своих пророссийских настроений. Мир, дружба, жвачка, Путин хороший политик, сильный лидер и тому подобное. Поэтому Мураев не станет президентом Украины. Но естественно, что для Банковой выгодно было бы видеть Мураева, Рабиновича, Либобойка во втором туре, у которого точно можно победить. Ну, как показывает КМИС, их пока даже нету в списках. Поэтому, я не знаю, у них нет никаких шансов, я думаю, просто там сделать свою какую-то политическую партию довольно влиятельную в тех регионах, где они преобладают. Вот и все. Ну, Мураев не станет президентом Украины. Яг, пусть будут с Олегами. Друзья, все. Спасибо большое, что вы меня смотрели. Я вынужден уже бежать, я вынужден дальше продолжать свою работу. Еще раз, наша задача победить зомбоящих. Наша задача сделать так, чтобы нас было больше, чтобы эти эфиры смотрело больше людей. Поэтому самая большая благодарность на меня будет, если вы сделаете максимальный репост, если вы будете ставить вопрос, если вы будете подписываться на Николая Воробьева, если вы будете выкладывать это видео, предлагать своим друзьям, предлагать своим знакомым, постить его в Ютубе и расшаривать через Твиттер, через другие социальные сети. И даже ватная аудитория тоже приветствуется, потому что, возможно, мои выступления из Вашингтона, скажем так, из той цитадели, из той империи, из которой они думают, что американцы хотят их завоевать, возможно, я смогу, скажем, предостеречь ватников, предостеречь каких-то там любителей русского мира от каких-то дальнейших жестких действий по отношению к Западу, по отношению к Украине. Поэтому спасибо большое, что смотрели меня. Самая большая благодарность будет, если вы сделаете репост этого видео. И действительно, чем больше нас, тем меньше их. Давайте выбьем этот чертов зомбоящик, эту ферму власти, которая нанимает парохоботов и тому подобное. Давайте писать правду, давайте говорить правду, давайте думать правду и давайте создавать настоящую, новую, украинскую, европейскую реальность. С вами был я, Николай Воробьев, директор Центра исследования Восточной Европы в Вашингтоне, украинский журналист. Для вас специально из Вашингтона максимальный репост. Спасибо, услышимся. Спасибо.